МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 января отмечается День Спасателя. Хотелось бы вам пожелать в первую очередь оптимальных условий работы, чтобы как можно меньше было вызовов на чрезвычайные ситуации, чтобы грамотность людей в плане профилактики этих самых ситуаций вырастала. Просто вот с каждым днем все больше и больше. Ну, сформулируем так, чтобы было меньше работы и больше удовольствия от службы. Спасибо, спасибо. Давайте начнем с вас, Николай. Расскажите, пожалуйста, об истории этого праздника. Да, действительно, 19 января 1999 года президентом Республики Беларусь было подписано положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которое возложило на Министерство по чрезвычайным ситуациям определенные функции государственного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в целом. Ранее, как мы знаем, да, была у нас пожарная служба, пожарная охрана, а теперь это с 99-го года все под одним словом МЧС. На данный момент Белорусская служба спасения это около тысячи боевых подразделений, на вооружении которых находятся более 6 тысяч единиц техники и, конечно же, самым главным вооружением являются это люди. Совершенно верно. У меня, кстати, вот такой вопрос возник. 25-го числа тоже отмечается праздник, день пожарного. Пожарной службы. День пожарной службы. Потому что, ну, я так понимаю, что какой-то праздник профессиональный есть, но я не знал, что он дважды в год. Два лучше, чем один. Ну, да, получается, что теперь служба спасения это намного более широкое понятие, нежели просто пожарная служба. И теперь, Виктор, пожалуйста, расскажите нам, что же такое современная спасательная служба? Ну, на самом деле, на сегодняшний день современная МЧС представляет из себя очень много специализированных служб. В министерстве насчитывается 17 специализированных служб. Это такие службы, как пожаротушение. Ну, все-таки тушение пожаров остается, наверное, нашей основной работой. А также есть такие службы, как водолазно-спасательная. То есть наши работники, наши водолазы готовы оказывать помощь людям, терпящим бедствия на водоемах, ну и, к сожалению, готовы искать тех людей, которые нарушили эти требования. Это поисково-спасательная служба, служба, которая занимается поиском людей, потерявшихся в природных экосистемах. Это служба химической радиационной защиты, кинологическая служба, медицинская, психологическая. То есть наши работники готовы оказать помощь при любых возникающих чрезвычайных ситуациях. Понятно. Виктор, а что вот сейчас представляет конкретно Гомельский отдел по чрезвычайным ситуациям? Ну, Гомельский городской отдел на данный момент это один из крупнейших отделов Республики Беларусь. И ежедневно на сутки, на дежурство, заступает порядка ста спасателей. В боевом расчете находятся 16 автоцистерн, 7 пожарных лестниц, 2 коленчатых подъемника, а также некоторое количество еще специализированной техники, которая в любой момент готова выехать для оказания помощи нашим гражданам. Расскажите, Виктор, вот в каждой службе существует некая традиция приема новобранцев на службу. Есть у вас что-то подобное? Да, есть такая традиция в наших подразделениях. Любой приходящий на работу, молодой работник, на первом пожаре после тушения пожара подвергается, скажем так, испытанию. Даже если при тушении пожара он не очень сильно вымок, то его коллеги полностью из пожарных стволов производят его обмыв, скажем так, до последней нитки, чтобы он абсолютно был мокрым. Это вот такая традиция. Боевое крещение, да. И все, после этого считается, что человек уже прошел сквозь огонь и воду, остались только медные трубы. Ну хорошо, а человек, который заканчивает службу и уходит, скажем так, в гражданские сферы, тоже какая-то есть традиция? Да, традиция похожа. Тоже водой. Тоже водой. И здесь уже напоследок, чтобы человек не забывал свою службу в органах и подразделениях, он тоже проходит через уже специально созданные водяные завесы, которые как фейерверк водяной. И тоже полностью промокает до нитки в процессе. Это считается его крайним боевым крещением, чтобы на заслуженном отдыхе у него оставались только позитивные воспоминания о службе. Понятно, но а вот новобранец, который поступает на службу, он уже в курсе, что его ожидает после первого выезда? Не всегда, не всегда им это рассказывают. Это для некоторых становится сюрпризом. Я не знал. Хорошо, друзья, мы прервемся совсем ненадолго, послушаем музыку на радио 107.4 FM и совсем скоро появимся в новом эфире и поговорим о сегодняшнем празднике Дне Спасателя. Продолжается наш праздничный эфир. Сегодня День Спасателя. И у нас в гостях инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Николай Черненький и заместитель начальника Гомельского отдела по ЧАЭС Виктор Грудь-Скорн. Год только начался, а уже появляется тревожное сообщение о различных пожарах и прочих неприятных ситуациях. Что вы можете рассказать по этому поводу? Совершенно верно. Уже поступило спасателям достаточно много вызовов и из них 10 оказалось это огненные трагедии. 10 пожаров с начала текущего года спасатели уже ликвидировали. И в ходе ликвидации пожаров спасателями было спасено 3 человека. Стоит отметить, что основными этими причинами явились неосторожные обращения с огнем, в частности при курении, которые как раз таки чуть и не лишили 3 человеческие жизни. И в принципе с целью этого спасатели опять же проводят ряд профилактических мероприятий и 23 января будет дан старт республиканской пожарно-профилактической акции под названием «Безопасность в каждый дом», которая продлится вплоть до 10 февраля. И что будет происходить во время этой акции? Да, она у нас будет проходить в 3 этапа. На первом этапе спасатели посетят наркологические диспансеры, а также опорные пункты, где людям, которые более подвержены возникновению чрезвычайных ситуаций, спасатели доведут важную и полезную информацию, тем самым предупредят возникновение этих пожаров. Вторым же этапом будет это посещение центров социального обслуживания населения и высших учебных заведений, где также этому контингенту будет рассказано о мерах безопасности. Ну и третьим этапом он у нас всегда массовый, всегда яркий. Это масштабные пожарно-профилактические мероприятия в местах с массовым пребыванием людей. Поэтому присоединяйтесь к спасателям, изучайте правила и получайте даже подарки от них. Ну вот мы уже неоднократно с Николаем обращали внимание на то, что основная причина все-таки возникновения пожаров это все-таки курение в постели в нетрезвом виде. Да, совершенно верно. И это 90% приводит к, к сожалению, гибели. Что же нужно делать, чтобы предотвратить вот именно эти причины возникновения пожаров? Ну, конечно же, в первую очередь, как бы это банально не звучало, это не курить. Ну, а если же это делаете, то делать это весьма аккуратно. Не курить это в местах для сна, в местах для отдыха. Вообще желательно в домовладении не курить, а выходить на улицу или на балкон. Но не забываем, что окурки из балкона тоже выбрасывать не стоит, ведь они могут залететь на ниже лежащие этажи. И также не стоит и выбрасывать окурки и из балкона, и окон, ведь они могут залететь на ниже лежащие этажи и вызвать пожар. Хорошо, друзья, в честь сегодняшнего праздника мы решили разыграть среди наших слушателей приз, очень полезный и очень нужный практически в каждой семье Для этого нужно всего лишь написать нам на вайбер и ответить на вопрос, который сейчас задаст вам Николай Номер нашего вайбера 107-4004, то есть 107-4004, вот такой номер вайбера Как только услышите вопрос, пишите свои ответы и человек, который первым ответит правильно, получит приз от Министерства по чрезвычайным ситуациям Итак, Николай, ваш вопрос Как в 19 веке называли человека, который стоял во главе пожарной команды, стоящей из пожарных частей города? То есть можно сказать так, как назывался в 19 веке человек, который руководил пожарной службой города? Совершенно верно Итак, друзья, 107-4004, именно на этот номер отправляйте свои сообщения, если вы знаете правильный ответ И человек, который ответит первым правильно, получит наш приз И мне бы хотелось услышать поздравления от вас, для ваших коллег, для ваших сослуживцев Ну вот, лица всего руководства городского отдела хотелось поздравить работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником Пожелать, конечно, чтобы мы реже оказывались на чрезвычайных ситуациях, слышали от наших граждан только слова благодарности Пожелать всем успехов в служебной деятельности и успехов в личной жизни, семье и на службе Большое спасибо, друзья Я вас тоже поздравляю с этим замечательным праздником Наверняка еще 25 июля вы к нам придете и тоже, наверное, мы сделаем небольшой праздничный эфир Ну а на сегодня позвольте вас поздравить, пожелать вам приятной службы, минимального количества происшествий Ну и всего самого наилучшего Спасибо Спасибо